8 марта 2005 год, когда Путин официально объявил о убийстве второго президента, третьего президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Это было такое циничное политическое убийство на виду у всего международного сообщества, потому что долгие годы, все эти с 2001-2002 года Путин официально заявлял о том, что они ликвидируют, уничтожат президента, если он не капитулирует. И то есть он не перейдет на сторону Путина и не начнет убивать чеченцев и не объявит войну чеченскому народу, который определил свой путь как свободная независимая страна и нация. И весь мир молчал. И на самом деле в 2005 году Путину это удалось, заманив Аслана Масхадова на переговоры. Перед этим они объявили о том, что начинают переговоры. Аслан Масхадов объявил одностороннем порядке перемирия с Россией, приостановив боевые действия. И в этот период на самом деле его заманились по предложению переговора. И в конечном итоге, когда он не принял их условия, он был убит. Это по данным нашей генеральной прокуратуры. Но есть другая версия, которая официально выдвигает Россия. Это то, что они его обнаружили где-то в населенном пункте, в подполье и в подвале. Он там якобы, его племянник его застрелил. Это версия, которая официально продвигает российская пропаганда и сама Россия. Они именно так и заявили в Страсбургском суде о том, что он был убит не ими, а был убит и пристрелен его племянником по приказу самого Масхадова, чтобы не сдастся в плен и не попасть в плен. Такая версия у них. Но по нашей версии он убит именно заманив на переговоры. И поэтому этот день, мы официально день убийства Аслана Масхадова назвали днем национальной памяти всех пострадавших жертв этой войны. Это 6 марта, приуроченная к убийству. Но практически в любом случае Чечне это как траурный день отмечается чеченским населением. Не официозом, а населением отмечается как убийство третьего президента Аслана Масхадова.